Друзья мои дорогие, всем добра! Вот здесь в 15-литровой бутыле у меня спирт-сырец из кукурузы. Была кукурузная брага, которую я готовил на ферментах. Спирт-сырец 40%. Почему он 40%? А не ниже. Вообще где-то должен быть он процентов 30 по крепости. Я его перегонял с небольшим укреплением. Так, спирт-сырец. Теперь что у меня имеется? Имеется у меня царга метровая и СПН-ка 4х4 медная. Вот она, СПН-очка. Сейчас я её засыпаю в царгу. И буду делать ректификацию. В царге я, смотрите, сделал вот так опорную планку из медной трубки. И поставил опорный пыш медный. Царга довольно-таки уже у меня старая. И раньше не делали никакие опорные такие крестовины. Не вваривали. Ну, пришлось сделать самому. Ректификацию буду проводить на аппарате Вейнпрактик. Вот он в разобранном виде пока что у меня здесь лежит. Но к Вейнпрактик идёт полметровая царга с СПН-кой нержавейкой. Это комплект. Ну, а я сегодня, как вы видите, вношу изменения. Царга будет метр и СПН-ка будет медная. Работать буду на ТЭНе. ТЭН у меня на 3,5 кВт. Естественно, подключён он будет через регулятор напряжения. Так, сейчас засыпаю царгу СПН-кой. Ну, и уже в работу. Кстати, вот он 40-процентный, я его разбавлю сейчас. Ну, пополам, наверное. В основном, знаете, из-за чего? Из-за того, чтобы при работе не оголился ТЭН. А так, в принципе, можно не разбавлять. Как есть 40-процентный, так и работать с ним. Так, готово дело. Разбавил я срез. Залив уже вот, включил. ТЭН на разогрев. Сейчас пока буду аппарат собирать. Пускай разогревается. Так, вот СПН-ка ещё осталась. СПН-ку забил. Царгу. Сегодня я не буду уделять внимание перегону. Потому что буду делать всё как всегда. Уделю внимание, вообще, цель сегодняшнего видео лишь только в том, чтобы понять, есть ли разница в конечном продукте. Который готовил я на СПН-ке, которая была из нержавейки. Травлёная 3,5 на 3,5 продукт у меня есть. Кукурузный. И вот сейчас сделаю на медной СПН-ке. И сравню. А весь процесс перегона, всё то же самое будет. Так что зацикливаться сегодня на этом не буду. Кому интересно, как я готовил на СПН-ке из нержи, оставлю ссылку в описании. Посмотрите. Всё, аппарат собираю, настраиваю и в работу. Голову я уже отобрал. Сейчас поставил банку для отбора тела. Всё нормально. Всё стабильно. Как и сказал, сегодня я не буду заострять внимание на перегоне. Самое интересное будет в конце видео. Это будет дегустация и мнение моё по поводу двух разных продуктов. Вернее, продукт одинаковый, только получается разная насадка. Не знаю. Пока что не знаю. Будет ли разница какая-то во вкус и ароматике или нет. Ждём. Смотрим видеоролик до конца. Ну а далее можно пообсуждать в комментариях. Перегон я завершил только что. По итогу у меня получилось 4 литра 96% спирта. Вот я здесь уже всё это дело замерил. Так. Сейчас разбавляю до 40. Я не люблю крепкий. Там 45-50. Вот это всё не для меня. Это мне не нравится. Разбавляю сейчас до 40. Ну и естественно ему нужно отдохнуть. Конечно, хотя бы пускай постоит. Ну, пускай хоть недельку постоит. Ну и тогда уже продегустирую и всё вам расскажу. Ну вот, друзья мои. Пришло время продегустировать немножечко. Что получилось? Налил здесь я себе буквально 30 грамм. Как и сказал ранее, разбавил я до 40% по крепости. Я не люблю вот это там 50-60 там кто-то делает. Нет. Как по мне, 40, а ещё лучше даже вот 38. Лучше выпить лишний стакан, да, чем вот пить и обдирать себе горло там. Нет. Я не люблю такое. Ещё что хочу сказать по поводу вообще видеоролика, по поводу эксперимента. Не надо бежать сразу сейчас куда-то и заказывать себе SPN-ку медную. Ребята, она дорогая. Я думаю, не надо этого делать. Вот как по мне, в принципе, она у меня есть. Я такой эксперимент провёл. Не было бы у меня её, и я бы не пошёл её покупать. И хрен бы с ней. До этого я готовил на SPN-ке из нержавейки. Готовил на РПН-ке медной. И вот сейчас на SPN-ке медной. Но вот ещё не пробуя на вкус, я ещё не пробовал на вкус. Вот забегая заранее, я скажу, что в принципе, ну я думаю так, что РПН-ка медная, она дешевле и она более, знаете, как сказать, более практичная, чем медная SPN-ка. Вот если бы у меня стоял выбор, что купить пойти, SPN-ку медную или РПН-ку, я бы лучше РПН-ку взял. Дешевле и практичнее, чем SPN-ка. Так, ну что, вот по поводу аромата, знаете что? Вот кто работает на меде, тот меня поймёт, особенно на медных тарелках. Вот в аромате присутствует аромат меди. Я даже не знаю, как это объяснить, вот этот медный аромат, но он есть, аромат меди. Вот взять два продукта, один сделанный на меди, один сделанный на нержавейке. И вот на меди появляется вот этот какой-то, ну я не знаю, с чем его сравнить, если честно, вот, ну не знаю. Но как по мне, так пахнет медь. Вот аромат, вот этот медный аромат, вот этот какой-то. Он такой даже немного слащавый, что ли, я даже не знаю. Но он есть, он присутствует. Он неплохой, он не отталкивающий. Но можно понять, вот опять же я могу понять, потому как я на меди работаю в принципе много. Я могу понять, вот по аромату даже, что этот продукт, вот это сейчас, что в стакане налито, сделано с использованием медяхи. Вот даже по аромату. В принципе, такой же аромат был и на РПН-ке на медной, когда я делал. Он, скажем так, не сильно ярко, не сильно уловимо, но отличается по аромату от продукта, который делается на неравейке. Это факт. Это факт. Разбавил я водой обратную, вода из обратного осмоса, но вода минерализированная. Обратный осмос, система обратного осмоса и стоит картридж для минерализации воды. Так что она, вода эта, не мёртвая. Попробуем. Так, я не знаю, видно или нет, вот так будет. Ну, наверное, вряд ли. Но, можете, видно. Прозрачная, как слеза младенца получается. Пробуем. За вас, ребят. Кстати, температура комнатная, не охлаждённая в холодильнике. Что сказать по мягкости? По моим ощущениям, на меде немножечко мягче, чем на нержавейке. Не критично. Не критично. Не на 100% отличается так, что сказать, ой, на нержавейке жёстко тут мягко. Нет, на нержавейке тоже получается очень мягко, как молоко. Но здесь как-то ещё более, что ли, мягче. И как-то даже не знаю, как это объяснить. Как-то более приятно, что ли. Но не критично. Не критично. Но мягко и закусывать не хочется. Привкус. Немножечко, немножечко, вот прям совсем отдалённо на выхлопе послевкусия, вот это на корне языка. Понимаешь, что продукт сделан не из сахара. Я не могу сказать, что он сделан из кукурузы, там, что от кукурузы именно, вот кукурузы. Здесь ничего нет. Это не дистиллят. Но есть вот этот на выхлопе какая-то составляющая такая. Я опять же не знаю, как это объяснить. Я не великий сомелье. Но понимаешь, что это не сахар. Как-то более, хоть в принципе и 96% было получено, но всё равно архи отличается от сахара. Как-то более питко, что ли. Более приятно, более мягко. Ну ладно, сравнение с сахаром проводить не будем. Сравнение больше всего интересное с нержавейкой. А разница с нержавейкой, да, есть. По аромату. О, в пот прям сразу кинуло. По аромату есть разница. Ну вот по мягкости, по вкусу, небольшие отличия. Но они не критичны. Если вот человек ярый приверженец меди, то да, его не уперебедишь, будет делать только на медяхе. Но допустим, вот чтобы я сказал, всё, 100% теперь буду делать спирт зерновой только на меди. Да нет. И на нержавейке хорошо, и на меди хорошо. В общем, как-то мне, знаете, и так хорошо, и так хорошо. Вот. Не буду. Не буду я склонять чашу весов в сторону медяхи. И ещё что хочу сказать. Какой-то особой разницы между РПН-кой и СПН-кой медной, вот именно во вкусо-ароматике продукта. Я никакой разницы здесь не вижу. Как по мне, ну на СПН-ке, возможно, колонна, на медной, она чуть-чуть постабильнее работает, чем на РПН-ке. Ну разделение фракционное, да, понятно, чуть-чуть получше будет, чем на РПН-ке. Но всё же у нас это не конкретная такая ректификация, да, где мы спирт высокой степени очистки получаем. Ну, тратить бешеные деньги на СПН-ку медную, я считаю, это нецелесообразно. Всё нормально и на РПН-ке медной получается. Да и на СПН-ке из нержавейки тоже получается прекрасно. Вот. Так что я скажу так. Мне нравится и так, мне нравится и так. Но, в принципе, СПН-ка медная ничем не показала себя лучше РПН-ки медной. Вот. Во вкус и ароматике ничем. А геморроя с ней, в принципе, больше. Мыть её там туда-сюда, да, понимаете? Ну, как-то так, ребят. Как-то так. Вот. Моё мнение, в принципе, такое. Но это мой вкус. У вас он может быть другой вкус. Я не знаю. Думайте сами. Всё, ребята. Всем пока. До новых встреч. У меня здесь много работы. Вон там мешки стоят с солодом. Солод привезли. Так что дел полно. Всё, ребята. Всем пока. Быть добрым. Аппарат Вейнпрактик. Заслуживает внимания. Провёл я уже несколько перегонов на нём. Остался очень доволен. И Брагу перегонял. И ректификат готовил. И ароматную водку готовил. Очень интересное оборудование. За свои деньги, ну, можно сказать, топовое. Очень прикольная вещица. Вот этот капельник. Очень интересно наблюдать за настройкой. Как отбор голов, так и отбор тела. В данный момент буду готовить вкусную домашнюю водку на джин-корзине. Благо, этот аппарат ей оснащён. Так что, друзья мои, смотрим видеоролик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...